Добрый день! Добрый вечер! Я бы сказал соратники, друзья, единомышленники. Я рад приветствовать вас на этом замечательном месте у моря, на этом замечательном прекрасном слете, где собираются светлые, добрые, трезвые люди. И, конечно, я рад, что этот слет объединяет нас. Ну что ж, сегодня я бы хотел с вами поговорить о вещах, которые действительно меняют, наверное, нашу жизнь и изменяют ход истории, событий, которые необходимы в наше время. Это героизм. Я предлагаю сегодня посвятить этот концерт героям настоящего, тем, кто каждый день, каждую минуту сейчас рискует своей жизнью. И сегодня, и сейчас я хочу с пожеланиями добра и победы начать наш концерт с песни «Я люблю тебя, Россия». Выступают Андрей и Алена Сейма, и Екатерина Жирякова. Встречайте, друзья мои! Алена Сейма, и Екатерина Жирякова. 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 военных своими письмами. Они пишут письма, отправляют рисунки детские, совершенно так, как и умеют, рисуют. Тому-то может показаться, что это не так значительно, что не имеет такого определенного сильного значения, но это на первый взгляд. На самом деле для тех людей, которые находятся там, они действительно очень-очень поддерживают и вдохновляют вдохновляют их подниматься и идти побеждать. И сейчас об этом прочитает стихотворение Зоя Новикова. Письмо. Шли с троем. На перроне раздавали всем проходящим письма от детей. Взял машинально, чтоб не приставали. Война идет, не до таких затей. Куда-то сунул и забыл до срока. Рвались снаряды, небо и судьба. В один из дней особенно жестокой была в его дивизии пальма. Устали черти. Ангелы заныли. Смешалось все в горячий, вязкий губ. Но к вечеру, похоже, все решили на небесах. И он в блинтаж нырнул живой и вроде целый. Зашатался и опустился на землю тяжело. Охлопался. И вдруг в кармане хрустнуло письмо. Привет, боец! Я из Томбова, Вова. Я в первом классе. У меня есть брат. Желаю быть счастливым и здоровым. Нарисовал тебе я автомат. Ты повалю, пожалуйста, немного. Я подрасту, приеду, помогу. Я просто моего братишку Лёву пока на маму бросить не могу. Перечитал еще. И аккуратно убрал письмо за базу у солдат. Но каждый вечер доставал обратно. Взглянуть на Вовен чудо-автомат. Кто-то пишет письма, а кто-то сочиняет стихотворение. И сейчас стихотворение собственного сочинения вам хочет прочитать Владимир Щавлев о России. Встречаем. Аплодисменты. Не все как просто в нашем мире. Познать не все нам срок дано. Но ты увидишь, где оно шире. России много суждено. И чем мы чище, чем слепее, чем больше дарим теплоты, тем мы становимся добрее и притворяем в жизни мечты. Своих народов и пропредков, своих отцов и матерей. И очень важно, что мы верим и что становимся сильнее. Да, я бы хотел сказать, что человека видно по походке. да, он в своей стаче показывает кто есть. И сейчас стихотворение человека видно по походке расскажет вам Елена Ковалева. Спасибо. Субтитры 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 Солдат сможет действительно, точнее, больших шансов, да, и именно трезы солдат сможет победить и выжить, в первую очередь. И любопытно, что мы очень замечательно доносили информацию и развенчивали мифы. Но молодежь, которая еще не нюкала пороху, тем не менее, все равно не смогла, да, как-то принять информацию до конца. И вот меня это удивило, на самом деле, насколько все-таки многие не могут понять, но мы не зря пришли. Потому что, ну, все-таки были ребята, которые понимали какую-то эту проблему, понимали, насколько важно, важно сохранять трезвость, да, и быть трезвым, когда ты с автоматом на передовую. Ну, вот такие люди, да, они доносят информацию, а есть те, кто помогает здесь, в тылу. И трезвый ты, он тоже, он тоже имеет огромнейший вес. Я считаю, огромный плюс, и то есть очень-очень большой процент, если не 50%, того, что трезвый тыл в великой Отечественной войне, именно помог выиграть вот эту страшную войну. А и сейчас очень много людей, в частности, трезвых людей, которые также помогают, с чем могут вкладываться, потому что они не равнодушны к ситуации. И таким человеком также является наш сарайник, который сидит здесь вместе с нами. Этот человек, действительно, с большой буквы, который действительно патриот России, и делает то, что может, и, конечно, пропагандирует других людей. И здесь мы тоже были частичку себя, помогали нашим ребятам. Этот человек, о котором я говорю сейчас, он действительно замечательный, и он не отец. Я уважаю его всем сердцем, и хочу пригласить сюда, на сцену. Это Алексей Влагурдин. Стихотворение «Руки отца» Константин Фролов Константин Фролов Крымский «Руки отца» С детства помню умелые руки отца И с прищуром улыбчивого взгляда Тея забот никогда не скандила с лица В войну переживших ребят Он судьбу никогда не пытался видеть Все своих добывая трудом И в тяжелые дни научился чинить И одежду, и примус, и дом Он всегда презирал торгашей и менял Подлецом называл подлеца С малолетства я эти черты перенял И целю до сих пор от отца И когда что-то в доме ломается вдруг Кран течет или вырублен свет Я привычно чаю пылесос и утюг Телевизор и велосипед Ныне западный мир мы узнали в лицо Он вальяжен, циничен и крут Поломалось на свалку И дело с концом Все, что хочешь, домой принесет Этот мир потребления Черт во плоти На запреты наложат запрет Все дары человечества Только плоти А на нет Соответственно нет Потребительство — это опасный недуг Дело дрянь Если дашь прорастил Но если, к примеру, сломается дру Починить Или на свалку снести Нас жестоко испытывали времена Хоть не принято время бродить В девяностых внезапно сломалась страна Но не все ее стали чинить Отказавшись стирать застарелую пыль И привечивать гайки к болтам Кто-то родину сдал Торогливо фунтиль И купил себе новую Там Перетяхивать грязное Чье-то белье — что вы Я не ханжайный стол Но уверен, что все получили свое Кто-то в дом А кто-то их в лоб Никого не виню Каждый сам себе суд Да и выбор у каждого есть Огорчает Что быстро пустеет сосуд Где содержится совесть И честь Где ведет ариадный заветный одетик К нашим вечным корням в старину Ну а я продолжаю упрямо чинить Холодильник, часы и страду Благодарствую Ну что ж А мы продолжаем Сейчас такое время Что материал приходится провожать своих сыновей Мужей даже И порой приходится и прощаться А сейчас Я хочу пригласить сюда Гарину Павловну С песней «Прощай!» Другие аплодисменты, друзья Я свою песню Которая пела моя бабушка Эту песню пела моя мама Теперь ее окнаю я Это песня прощальная Сергей Островов и Матвей Бланго Вы наверняка ее знаете 1936 год Мне как можно выжить? Мне есть микрофон Мне надо думать Пусть дорожку дарю Я тебя отправлю Упадется яблой Спелый цвет зари Подари мне с окон Прощание с габрю Вместе с острой саблей Пику подари Подари мне с окон На прощание саблю Вместе с острой саблей Пику подари Я на пунчик пити Повяжу платочек На твоей носили Я погляжу глаза Эх, как взмахнет платочек Я всплакну чудочек Под ареной саблей Под ареной саблей Побежит слеза За тостой горлица Ухмельного тына Я к воротам струганым Подлету коня Ты настремя встанешь Поцелуешь сына У зеленой ветки Обойдешь меня Так летай, мой сокол Все сильнее и граше За Россию, матушку Отличись в бою Эх, пусть тебе, мой сокол На прощание наше Ветер вдаль уносит песенку мою Пусть тебе, мой сокол На прощание наше Ветер вдаль уносит песенку мою Вы знаете, тяжело приходится не только бойцам, Которые находятся Да, вот на войне То есть на линии фронта Но еще и тем Тем, кто является просто обычными людьми Мирные жители Которые тоже иногда оказываются На линии огня Тем более больно Осознавать, что страдают еще и дети И сейчас Вам Споет песню Екатерина Жирякова Стрикоза Про детей Донбасса Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я увидел во дворе стрикозу Дверь открыт, не побежал босиком Громыхнуло что-то словно в грозу Полетело все вокруг кувырьком Пеплом падала моя стрикоза Оседал наш дом горой кирпича Мамы не было, а папа в слезах Что-то страшное в небо кричал Все кричал Что-то в небо кричал Мир Зло плесали надо мной облака Мир горел, его никто не тушил Кто-то в хаке нес меня на руках Кто-то в белом меня резал и шил Я как мог старался сдерживать плач Но когда вдруг наступивший тишин Неожиданно заплакала врач Понял, что уже не стану большим Никогда Я не стану большим Белый голубь белым крылом В паутневшее стекло Он как будто звал меня с собой Все как будто звал меня с собой Непонятно светлым днем Потемнело за окном Мимо ямы дома отчего Солнце уходило ночевать Мимо ямы дома отчего Солнце уходило ночевать Умирает мое лето во мне Умирает мое лето во мне Мне так страшно, что я криком кричу Но кто в этом виноват, а кто нет Я не знаю, да и знать не хочу Мне терпеть уже осталось немного И когда на небе я окажусь Я на всех на вас пожалуюсь Богу Я там все ему про вас расскажу Я на всех на вас пожалуюсь Богу Я там все ему про вас расскажу А сейчас я бы хотел вас попросить Все встать И почтить память Минуты молчания всех погибших Минуты молчания все Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Спасибо. Ваше благородие, госпожа разумка, Вместо мы с тобой, родня давно, вот какая штука. Письмецов конвертия, погоди, не рви, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Письмецов конвертия, погоди, не рви, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Ваше благородие, госпожа удача, Для кого ты добрая, а кому иначе? Девять граммов сердца постой, не зови, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Девять граммов сердца постой, не зови, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, Жарко обнимала ты, но только не любила. В ласковые сети постой, не лови, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Ваше благородие, госпожа победа, Значит, моя песенка до конца не спиток, Перестаньте черти, клясться на крови, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Перестаньте черти, да клясться на крови, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. А сейчас прозвучит стихотворение о силе духа русского народа. Евгения Мельникова со стихотворением Людмилы Татьяне Чебой. Людмила Татьяне Чебой счастливы! Людмила Татьяне Чебой счастливы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уже таился, нарастая страх Ни за тебя, ни за ребенка даже За мужа страх Не заболел ли он? Вдруг громкая, ликующая Маша, с ума сойти Обедал весь перрон В окону указал в телеграмме И на виду всех Ее красивыми, сильными руками Как девочку высоко поднял вверх Неистовый, плечистый, круто-бровый Готов был на руках ее нести А женщина сквозь слезы Непочемый, разбудишь сына Слышишь, отпусти И столько было радости счастливой В ее лице, в сиянии, в лапы глаз Что думалось невольно Ну как красивы Бывают люди В свой высокий час Еще попутно В скупках я Замечу Порою Трудит путь Но сколько женщин За такую встречу Мужьям прощают Множество обид Вы знаете Юмор Юмор Он тоже нужен И даже необходим Особенно на поле брани Он всегда выручал И зажигал Зажигал наших бойцов Вставать Идти Воевать И бороться до конца И про это Сейчас Расскажет Николай Онегин Монолог Судьба Добрый вечер Дорогие соратники Я буквально только прибыл Хочу всех Радостно поприветствовать Мне так приятно Видеть Ваши глаза Ваши лица Я вас Надеюсь Всех Не видел Заскучился Спасибо Что вы все Встроен Мне очень приятно И хочу вас поблагодарить За то Что вы еще не разъехали До моего приезда Да Как говорил Александр Твардовский В поэме Василий Теркин Хорошо слышно Или подальше немножко Василий Теркин Жить без пищи Можно сутки Можно больше Но порой Не прожить И даже сутки Без хорошей прибаутки Сутки самые Не мудрой Мне хочется Рассказать Один монолог Автор этого монолога Вы конечно же Узнаете Судьба Судьба От судьбы Никуда не уйдешь Бесполезно Даже не трепыхайся Я вот Как стоя весны Заболел Так и маюсь И заболел Ни с чем С крыльца Упал Два раза Еще Первый раз Упал Думаю Ну не может же быть так Чтобы ничего не случилось Поднялся опять Второй Это удача Месяц не мог стать Да Это у нас тут один С крыши упал И ничего Зеленкой Помазали И пошел Ох Ишь Ему как А мне То ли потому Что он зимой упал Сугробы были То ли потому Что крыша Замочачьи будки Судьба Че ж я все Прилюдию Птицы У них тоже Своя судьба Да У этого У Петьки Попова Петух то был Как он пел Как он пел Вся ж деревня С ним просыпалась Пол четвертого И ведь знал Что за колик А пел Да Че про птица Петька то сам Лучше что ли Сколько раз Его откачивали Тонул то он все Плавать то не умеет А из воды не выгонишь И лезет то все Где глубже Дурак Поехали они этот раз С Шуриной На рыбалку Мотоцикл этот С коляской Ну Петька Значит Звонили А Шурин в коляску Едут они себе Мимо речки едут Шурин Давай искупаемся Я так Давай Залез по макушку Тонуть стал Дышать тоже неудобно Шурин Тошить его К берегу за ноги Никак Он чепляется Зато подбородком Вытошил Он уж сиденье весь Он ему люргу Положил Он его люргу Да обратно поехал Ну Шурин В ту сторону За рулю И опять Они к речке Тот тормозил А тормоза Тот тормозил Тот тормозил И опять Тот тормозил Тот тормозил Хорошо У них У них бычки были У каждого По бычку было Одинаковые Прям Ну не отвечишь Никак Сианские Они никак Там Ага И к зиме Значит Когда торговля Пошла Это те Ну не нашей Национальности Ребята Говорят Не по нашему Значит На него Не смотрят На Мишну Мясо Не пьют И потом Ни с того Ни сего Горис тот уж За спасибо Живешь А у Мишки Как раз В руках Нога Бычащая была Как он Таз Леп Одному Копытом Тот и свои Отбросил Ну ничего Оправдали Тотомишну Денег Много Привез Ага Тогда дядя Жаль На сё Стал Ты Привез Не говорил Торгуни Подходят Твое Чё Горис Эти Негры Ага Говорят Не по нашему На Мишку Не смотрят Он ждать Не стал Взял Много Причачьему Ногу Одному И другому Пять лет Дали Судьба Вот и говоришь Бычки Одинаковые А продали По разному Судьба Пойду У меня Где-то там На гвоздике Сало Было Просучие На трусе Судьба Вообще Тяжёлая Судьба Конферансия Всю свою жизнь Они всех объявляют И все аплодисменты Достаются артистам А я В свою очередь Хочу Представить Вам Нашего дорогого Любимого Соратника Который Трудится Но остается в тени Хочу Среди Кромными Аплодисментами Вадим Иманов Прошу Благодарю Благодарю Да Очень приятно И Сейчас У нас Ещё один Выдающийся человек И Все Любимый нами Наш соратник А сейчас Вылет сюда Сцену Тот Человек Который Наверное С года в год Совершает Подруг Донося Нам Всем Три Всем С кем Встречаются Высокие И Нужные Важные Ценности Ценности О нашем Прошлом О нашей Культуре Это действительно Важно Это создаёт Стежек Человека И ведёт Его по жизни И Сейчас Я хочу Чтобы Вы Встретили Не менее Бурными Аплодисментами Атамана Наумовича Вместе С Уральской Артелию Сейчас Позвучит песня Смирец И те Кто Будет Петь Смирец Тоже Всех Вас Приглашают Друзья Еще раз Позвучит песню Аплодисментами Мы выходили по сути Позвучит песня Позвучит песня Позвучит песня Позвучит песня Позвучит песня Позвучит песня Дай прощаться, варяг молодой, Надолго ее спать и дая, Он обнял укропы девичью грудь. Уста заложились, устали, Твоё сердце столкнулись, как будто в одном. И сразу дышать легче стало, Твоё сердце замкнулись, как будто в одном. И сразу дышать легче стало, А вот смо на них всё стоял и смотрел, Смотрел и как в окна смеялся, Раздалась команда, понять якоря. Свист ботсмана резко раздался, Раздалась команда, понять якоря. Свист ботсмана резко раздался, Он снял бескозыку, Могу и послезал. Прощай, дорогая Маруся, Но скоро возьмем Севастополь родной. К тебе, дорогая, вернусь, Напрасно подруга ждёт друга домой, Напрасно его ожидает, А дорогой смеется стоит у руля. Простор голубой наблюдаем, Во все поколения, во все века память 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 память. Самые сладкие, самые дорогие и близкие. Честь о них, о ваших славах. Ты дорогой. А сейчас прозвучит стихотворение Евгения Втушенко «Игрушка». Встречайте, Татьяна Кораблёва. АПЛОДИСМЕНТЫ Все здравствуйте. Я из Дилет. АПЛОДИСМЕНТЫ По разграбленным селам Шла орда на рысях, Приторочивших седлам Русохосый леса. Как под талой водою Молодая ветла, Русь была под ордою, Русь почти не дула. Но однажды, как будто Все колчаны без стрел, Удалевшийся в юрту Хан Батый Загурел. От бараньего сала От лоснящих сожжён. Что-то в нём угасало. Это чувство волкон. И со взором потухших Хан сидел одинок На сахлянных подушках, Сжавшись, будто хорёк. Он сидел, ослеплённый Скукотой у своей. Как бродяжку с торбёнкой Ввёл угодник-талнач В гость набравшую руку, Колыхнув животом, Кто такой Хан Угрюма Кнул в бродяжку перстом. Тот вздохнул, Божья Матерь, То боты, То князья, Дел игрушечных мастер, Ванька, Сидоров я. Из холстин героватых Той торбёнки своей Стал вина деревянных Медведей и курей. И в руках потешался Покоритель сердец С шагутной балалайкой С комаров гергунец. Но в игрушки вникая, Умудрённый, Как зми, На матрёшек Внимание Обродил Хан Батыль. И с тоской первобытной Он подумал, Схудмитрия, Сколько здесь Перебил я, А постичь Не постиг. У мужика Виском прошлом Простоватых на вид, Как матрёшка В матрёшке Тайно В тайне сидит. Озираясь трусливо, Буркнул хантал, Буркнул хантал мочу. Все игрушки Поскливы, Посмешнее хочу. Пусть он, Рваная нечисть, Этой ночью Не спит. И особое нечто Для меня сочинит. И добавил кнуши Перстень дам И коня. Но чтоб эта игрушка Просветлила меня. Думал Ванька Про долю, Про судьбу Про свою, А пивнул головою. Сочиню, Просветлю. Хмурил брови Он грустно. Но явился В свой срок. А сочинением я игрушку Ванька Встань-ка Нарёк. На кошме Непечливо Стал простецкий, Незлой, Но дразняще Кочливый Мужичок Удалой. Хан Пригнул его пальцем И ладонью Помог. Ванька-встань-ка Попался. Ванька-встань-ка Прилёг. Хан Свой палец Отдёрнул. Но силён, Хоть и мал, Ванька-встань-ка Задорно Снова На ноги Встал. Хан И игрушку С размаху Вмел В кашлу Сапогом. Изнобея От страха Заклинал Шепотком. Хан Носок Отодвинул. Но держась За бока Ванька-встань-ка Вдруг Выпрыгнул Из-под носка. Хан Попятился Грузно Русь И русских Клиня. Да, Уж Эта Игрушка Просветлила Меня. Хана Страхом Шатало И велел Он Скорей От труси От шайтана Повернуть Всех Коней. И теперь Ушатмаясь Уложенный В повал Ванька Сидоров Мастер У дороги Лежал. Он Лежал Отсыпался Руки Белые Врось Василет Между пальцев На трудившихся Рос. А в пылище Прогорклой Так же мал Да удал С головенкой Гордой Ванька Встанька Стоял Из-под Стольких Кибиток Из-под Стольких Копыт Он Вставал Неубитый Только Временно Сбитый Опустились Туманы На лугах Завинных И ушли Гусурманы Будто Не было Их Ну а Ванька Остался Как Остался Народ И Душа Ваньки Встаньки В каждом Русском Живет Мы народ Ванек Встанет Нас И Бог Бережет Сколько раз Нас топтали Много Разных Сапог Они Знали Мы Ваньки Нас Хотели Покласть А о том Что мы Встаньки Забывали Плодясь Мы народ Ванек Встанет Мы Мы Встаем Так Всерьез Мы От бед Не устанем Не Поляжем От слез И Смеется Ни Вмятый Ни Затоптанный В грязь Мужичок Хитроватый Чуть Потачиваясь Сейчас Мы будем Свидетелями Исторического События Именно Сегодня Как выяснилось Образовался Дуэт Под названием Поющая Душа Куда Входит Вареда Закирова Автор Песни Лауреат Многих Конкурсов И Галина Речь С вами Премьера Авторской Казачьей Песни Рассказать На войне Собирался Рассказать Рассказать На войну Рассказать 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 И Рассказать И Жестокая битва, Враг в отчаянии с поля бежал. Так закончилось это сражение, И герой наш домой паспорта. Так закончилось это сражение, И герой наш домой паспорта. Здравствуй, здравствуй, моя дорогая, Я вернулся с победой живой. А любовь моя мощная сила Сберегла меня от поля бежал. А любовь моя мощная сила Сберегла меня от поля бежал. Казак на войну собирался, По копытам не пил в ворот. А жена его дарит косачка, Иду в горе стене подают. А жена его дарит косачка, Иду в горе стене подают. А любовь моя мощная сила Сберегла меня от поля бежал. Но сейчас прозвучит не менее замечательное стихотворение. Сейчас я приглашаю на сцену Мину Горлину. Со стихотворением Маргариты Чебышевой, 700 фамилий с золотом на камне. Встречаем. Эти стихи написала наша лягская поэтесса Маргарита Чебышева. У нее целый цикл стихов, посвященных теме Великой Едечественной войны. Она ездила в области, И вот приехала в соседний наш поселок. И так родилось ее стихотворение. 700 фамилий с золотом на камне. В совхозном парке в царстве тишины. Здесь памятник воздвигнут землякам, солдатам, не вернувшимся с войны. Стою у списка скорбного святого. Читаю все фамилии подряд. И вижу вдруг 14 пестовых. Все из одной деревни говорят. Как это было? Так же, как везде. Война, да конь, да баба в борозде. Без мужиков крестьянствовать не сладко. Четыре года горькая страда. Надеялись и верили солдатки. Потерпили бабы. Чай не навсегда. Пришла весна. И солнечек, и звонок. Тот майский день счастливейший для нас. Четырнадцать солдатских похоронок. Достали бабы в этот светлый час. И там, где до войны гуляли и пели. Плясали только пыль от каблуков. Порадовались. В голос поревели. И стали думать, как без мужиков. Шли годы. А деревня сиротела. Состарилась и тихо отжила. Как долго в пламени войны горела. Как долго памятью войны была. С тяжелым сердцем уезжаю в город. Как будто все они моя родня. И по пути совхозного шофера Прошу, в пестово завези меня. Остатки оботворец на угоре. Обрушенный колодец в три венца. Здесь в сумерках Тоскует вдолье горе. И нет ему ни края, ни конца. Шофер сигналит. Надо ехать снова. С дороги посмотрю из-под руки. Прощай, деревня. Бывшие пестово. Ах, если бы вернулись, мужики. Я всматриваю в тех, кто должен, выжил. В ровесников своих детей войны. Я знаю, на живущих нет вины. Но, как писал Квардовский, Все же, все же. Ах, в нашем селе, в котором я родилась, Три замечательных поэта родилось, Которые входят в союз писателей России. И вот один живет совсем недалеко. В Краснодаре. Переехал от нас жить сюда, в Краснодар. В Краснодар. Это Владимир Архипов. Я очень маленький кусочек прочитаю из этого стихотворения, Как раз на злобу дня. Нам рано ставить точку, Слезу в гости нести, Руками в одиночку беду не отвести. Мы разве оскудели на мужество и честь? Давайте править дело, Пока у нас силы есть. До смертного предела нам Родине служить. Давайте править дело, Чтоб легче было жить. А сейчас для вас Прозвучит песня От активиста общего дела Андрея Финялина. Песня «Моя Россия». şehитована. «Рectа ур brasileев». «Моя Россия²» «Моя Россия». Богом wed шかった уваж Pandora «Моя Россия». Песня «Моя Россия». «Послед zou Rabи» «Св viruses». Продолжение следует... Спасибо. 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 Ну что ж, а сейчас прозвучит для вас стихотворение Константина Второго Крымского «Мы русские» читает Светлана Селезнова. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые соратники, у меня с памятью проблему стали, поэтому я буду подсматривать. Идиоты. Один чудак с лицом фальшиво-грустным, ютясь в салоне своего фальшиво, сказал, «Мне стыдно называться русским, мы — нация бездарных алкашей. Солидный вид, манера поведения — все дьяволом продумано хитро. Но беспощадный вирус вырождения сточил бесславно все его мтро. Его душа не стоит и полушки, как желтый лист с обломанных ветвей. А вот потом от эфиопов Пушкин не тяготился русскости своей. Себя считали русскими по праву и поднимали родину с колен творцы российской мореходной славы и Белецгауза и Крузенштейн. И не меряясь мировоззрением узким, стараясь заглянуть за горизонт, за честь считали называться русским шотландцы Грейг, Де Толи и Вермонт. Любой из них достоин восхищения. Ведь родину воспеть для них закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь грузинский князь Багратион. Язык наш многогранный, точный, верный, то душу лечит, то разит, как сталь, способный им оценить его безмерно и знать его, как знал датчанин Дарь. Да что там Дарь? А в наше время многое владеющих великим языком не хуже, чем хохол, Микола Гоголь, что был когда-то с Пушкиным знаком. И не стоит головой стучать о стенку и в бешенстве слюною брызгать зря. Мы русские, так говорил Шевченко, внимательно читайте Кобзаря. В душе любовь к сынову Немирея. Всю жизнь трудились до семи потов Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях, как подлинные истории азы. И среди них, как столб, столик держали, в чьих жилах кровь татарского мурзы. Они идут то слуги, то мессии, неся свой крест на солденных плечах, Как нес его воение всей России, потомок турка отбирал колчак. Они любовь взрастили и взрастили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о матушке, о ней. Патриотизм не продают нагрузку к билетам, сапогам или пальто. И коль вам стыдно называться русским, вы, батенька, не русский, вы никто. Действительно, сейчас необычное время, и на этом слете не только образовался дуэт новый, который называется «Парича душа», но еще, еще образовался сотный ансамбль черноморческого света «Треслую Сирию». Итак, песня журавли. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Да, и конечно же, зал. Подбирайте все вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ Встречаем, встречаем всех! Поехали! Аплодисменты наших артистов! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПАСАЖИСЕНТЫ Во-первых, я должна передать привет всем от Бандара Шведовой из Казани. Она очень рада тому, что мы собираемся с года в год, просто мыча не смогла приехать. Помните эту активистку? Помню. Бандара Шведова. 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Спасибо. Высокали яблони и груши, Повыли туманы над рекой, Выходила на река Катюша На высокий берег над крутой. Выходила на река Катюша На высокий берег над крутой. Выходила, песню заводила, Про стерновости заводила, Продовод, которого любила, Продовод, чьи письма берегла. Продовод, которого любила, Продовод, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песен Гадевичья, Ты лети за ясным солнцем свет, И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, А любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, Оплыли туманы над рекой. Уходила с берега Катюша, Уносила песню за собой. Уходила с берега Катюша, Уносила песню за собой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас идет борьба. Борьба во всех смыслах, Наверное, это слово. И смысловая борьба. И, ну, в первую очередь, Борьба внутри нас. Каждого человека. И как никто другой об этой борьбе знал Владимир Высоцкий. И сейчас я хочу прочитать «Полоту о борьбе». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Средь оплывших свечей И вечерних молитв, Средь военных трофеев И мирных костров Жалей кришные дети, Не знавшие битвы, Изнувая от грех своих катастроф. Детям вечно достатен их возраст и выгод. И дрались мы достать до смертных обид. Но об одежде глотали нам матери взор. Мы же книги глотали, Пинец трог. Любли волосы нам на спотевшие льбы, Сами сосала подложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы. Со страниц пожертвевших слетая на нас. И пытались постичь мы, Знавшие в бой, И своинственный тричь принимавшие вой, Тайны слова «приказ», Назначение границ, Смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах в прежнем бойне смут Столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы народе предателей, трусов и утра В своих детских играх назначали врагов. И затея следам не давали остыть, И прекраснейшей дам обещали любить, Друзей успокоив и ближе, Любя, мы народе героев водили себя. Только в грезы нельзя на совсем убежать, Краткий век в забав столько боли вокруг. Ты попробуй у мертвых руки угрожать, И оружие принять из надужных рук, Испытая, овладев еще теплым мечом, И доспехи надев, что почем, что почем. Ты узнай, кто ты, трус или избранник судьбы, И попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рубнет израильный друг, И над первой потерей ты взводишь скорбя, И когда ты без кожи останешься вдруг От того, что убери его, не тебя, Ты поймешь, что узнал, Отвечил от искал, По оскалам забрал, Это смерти оскал. Брошь и зло, погляди, Как их лица грубы, И всегда посади в ранее гробы. Если ты мясо с ножа не ел, не пускай, Если руки с ножа наблюдал с высока, И в борьбу наступил с под лицом палачом, Значит, в жизни ты был на плечу, Если путь прорубает отцовский мечом, Слезы горькие на уст намотал, Если в жарком бою испытал, что починь, То, значит, нужны книги ты в детстве читал. Ура! Вы знаете, Патриоты, Действительно, патриоты были наши предки, Особенно тогда, когда была Великая Отечественная война, Но Сегодняшние дни Нужны не меньше патриоты, чем тогда, Нужны всегда они Нашей России И только тогда, когда мы объединимся И станем действительно патриотами И будем бороться со своими страхами И своими какими-то мелкими обидами, возможно, Ну, то есть бороться, Бороться, тогда мы победим. И вот я хочу сказать, что герои у нас не только, Не только на поле праве. Подвиги совершаются здесь, среди нас. И я считаю, Вот просто Величайшие подвиги Величайшие подвиги И запрещали Величайшего человека И того, кто ведет Просто миллионы людей за собой В светлое будущее И объединяет Своей личностью Огромное количество людей Я бы сказал, это тоже герой Герой России Жданов Владимир Георгиевич Пожалуйста Я хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете Это действительно великое дело Ооо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 dizer Я хочу прочитать вам два стихотворения. Я вообще, когда перешел на трезвую жизнь, на моем пути встретился человек Владимир Георгиевич Маленко. Он артист москонцерта «Чтепс». И читал он только «Патриотов наши». Это было в 1984 году. И он заехал ко мне в гости, проезжал. И он весь вечер нам читал стихи, и я заболел. Вы знаете, заболел буквально. Два месяца я рискал по всем библиотекам, искал на память, что же он нам наговорил, каких поэтов и так далее. И с тех пор я всегда, когда захожу в магазин, я иду к полку, где надеялись найти наших русских советских патриотов, поэтов. Валентин Сорокин, Россия, ты у нас одна, а я твой сын, простой и смертный, но я люблю тебя безмерно, и ты судить меня выгна. Под Невской стужей мой отец На вражий танк с гранатой вышел, Затем, чтоб солнечные вышли И сладый гордый свой венец. Там под могучее ура Гвардейцы прыгали с припая, А Ермаке и Ачапае Гремели песни до утра. И мне противен тот позор, Когда гелец картовороты Над славой моего народа Вершит неправый приговор. Бестуха безет на порог, Приняв за Божий дар нахальность, С претензией на гениальность, Бродяга, циника, лжепророк, Жесток, хвастлив, Он и теперь идет вперед еще упорнее. Россия, ты его одерни И покажи ему на двери. Второе стихотворение Прочитать замечательного поэта Владимира Филцева «Сыновняя верность». Я знаю, и мне бы хватило Нескольких граммов свинца, Чтоб стала моя могила Рядом с могилой отца, Чтоб клёно-багровое знамя Гудела осенней порой, И солнце не гасло над нами, Над батей и надо мной. Но я не успел народиться, А он не торопится, ждет Тот самый, что станет убийцей, Когда его время придет. Мы с ним одногодки, к примеру, Но разных отцов-сыновья. И он ненавидит ту веру, В которую верую я. И это было одно, однако, Он верный заветам отца, Малюя фашистские знаки, Уже не скрывает лица. Уже с откровением и детским Берет он меня на прицел За то, что я русский, советский, За то, что как видите цел. За то, что я жизнь понимаю, За то, что я верен стране. И знамя отца поднимаем, И знаем, что я на войне. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я так понимаю, мы завершаем наш концерт? Или что? Что там? У нас имеется сюрприз К совершению нашего концерта. И этот сюрприз Довольно-таки интересный, Потому что мы сегодня презентуем Для наших соратников Гимн Черноморского стилёта Автор Сергей Ковалёв. Аккуратно субь, друзья! Да, всё-таки, вы мне подсказали, Что здесь неправильно описались. Сергей Канавалов, Автор этого Гимна Черноморского стилёта. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.